И всем привет, ребят, с вами Стробак, я еще записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня вместе с вами мы обсудим тему повышения цен в магазине. Вчера на стриме мне сказали, что цены у нас поднялись, в принципе, я и так видел информацию по этому поводу, ну и попросили, чтобы я высказал свою точку зрения и рассмотрел эту ситуацию, насколько выросли у нас цены в магазине, с чем это связано и почему это все дело на сегодняшний момент времени происходит. Ну а если вам нравятся видеоролики, посвященные данному формату, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов, на 20 тысяч такоинов, для этого настройка игры в аккаунте, установите ему личный такт, тактимпэ. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании, буквально уже через неделю будут итоги этого розыгрыша. Что касаемо цен в магазине, то я так понял, что везде абсолютно, да, вне зависимости от того, в каком регионе вы находитесь, цены были подняты, ну и в моей валюте также эти цены были подняты, что я могу сказать, они для меня лично уже на протяжении супер длительного периода времени и так были космическими, да, и я, ну не акцентировал на этом внимание, да, от слова совсем, после того, как у нас произошло распределение на каждую из валют, ну и вы знаете, что я на всех своих аккаунтах играю без доната, вложения мои в игру были последние, наверное, на какие-то ежедневные танкойны, когда была еще цена у нас в рублях, да, и можно было их приобретать за рубли. После чего, когда цены поменялись в евроэквиваленте, у меня именно евро, цены поднялись, ну, наверное, в раза 3, может, 4, да, и та идея, которая у меня была заложена в это все дело, да, стала абсолютно нерентабельна и неактуальна, и все мои аккаунты по факту стали бездонатными, да, так как у меня был приток танкойнов и игровой валюты на основные аккаунты с киберспорта, да, где я мог выиграть и получить танкойны, ну и в целом мы всегда развивали именно потенциал наших бездонат аккаунтов. Но цены продолжают расти, орех решил под Новый год еще побольше по вкусненькому подзаработать, да, и я честно не знаю, какие были цены до этого обновления в евро, потому что я сюда уже не захожу и не слежу, да, за тем, как это все дело меняется, но про рублевый момент мы можем сегодня поговорить и посмотреть, насколько процентов вообще выросла цена, так как у нас, у Сэма в сообществе, были прикреплены скрины цен до, как раз таки, этой обновы и после обновы, да, и, соответственно, мы можем увидеть вот такую вот разницу, то есть в танкойнах у нас цена была за 300 танкойнов 189 рублей, за полторушку было 759, за трешку было, ну, грубо говоря, полторушка, да, тут около трех, здесь 7700, здесь 11600, да. Что же у нас поменялось? Эквивалент танкойнов поменялся у нас, было здесь полторушка, стало 1400, да, и цена при этом на каждый, на каждый компонент выросла, да, на каждый компонент. В целом, если посчитать, то, 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 по процентному соотношению, игроки здесь подзаморочились, где-то в среднем на 10-15% выросла цена везде, да, то есть что с премкой, что с танкойнами, да. С чем это связано, да, я для себя, наверное, вижу эту ситуацию так, да. У нас есть танкофонд, который не набирает большие цифры, который не набирает супер большого количества, да, ну, потому что он и был, ну, как по мне, неправильно сделан, да, то есть если бы он был сделан правильно, то он бы мог набрать хорошие цифры. Ну, а разработчикам под конец года, как и, ну, наверное, любой компании в мире, нужно позитивно и хорошо закрыть год, да. Ну, и вот вам момент, на котором этот год может закончиться более жестко и более вкусненько. Повышение цен в виде 10-15%. Дальше у нас новогодние скидочки. Возможно, будут, кстати, скидочки какие-то, да, может быть, даже на магазин, хотя я не знаю, в последнее время на магазин на танкойны на премку были скидки или нет. Но в любом случае будут скидочки, ну и большое количество игроков на этих скидках будет закупаться даже при повышении цен. Так как донатеры, по сути, не смотрят особо на эти цифры. Те ребята, которые сейчас вкладывают в игру, у них в этом плане проблем, как по мне, с, ну, наверное, 10 вот этими процентами нет. Да, то есть они, например, хотят себе приобрести, там, какую-то большую вкусную пачку ультраконтейнеров, либо прокачать какое-то вооружение, либо паркурные ребята хотят себе, там, приобрести мин на скидках, да. Они в любом случае, они будут донить, они будут вкладывать игру в проект. И за счет этого, кто выигрывает? Конечно, выигрывает орех. Орех фармит денюжки. Ну а цены у нас потихонечку начинают увеличиваться. Я, честно, до сих пор, до сих пор не понимаю, почему у нас настолько большая разница цен в евро и в рублях. Да, то есть если вот просто сравнить, да, вот цена, ладно, это было, стало, да, 13,5 тысячи рублей, да, в танкойнах стоит 24 тысяч танкойнов, да. Это если перевести в евро, то это где-то, ну, 135 будет, 140 евро, да. Здесь цена 256. То есть, грубо, практически в два раза цена больше. Практически в два раза цена больше. С чем это связано? Почему это так работает? Я, честно говоря, не понимаю, потому что даже если мы возьмем старый курс, да, старый курс, то все равно цена будет выглядеть еще больше, да. По старому курсу это будет еще больше, да, чем есть на самом деле сейчас или меньше. Ну, ладно, в любом случае не суть, да. Не знаю, как это работает, но вот такая вот реальная ситуация по нашему магазину. Орех фармит, орех зарабатывает, орех баблит по-вкусненькому и тот самый ледниковый период, да, с мамонтом, который нарисован, возможно, и сигнализирует о том, что у нас происходит как раз-таки тот самый вкусненький скам мамонтов. И повышение цен в нашей игре. Хотелось бы узнать вашу точку зрения по этому поводу, донатите ли вы вообще в игру, вкладываете ли вы деньги, участвуете ли вы, вот, например, в розыгрыше, потому что я, например, вижу, да, процент вложений игроков, которые смотрят, например, даже мои видеоролики, которые участвуют в розыгрыше по тегу. Поэтому хотелось бы узнать более масштабную цифру, да, по этому поводу и хотелось бы узнать, что вы думаете по этому поводу, да, по поводу поднятия цен, потому что, как я понял, цены поднялись абсолютно везде, абсолютно везде поднялись цены. Поэтому пишите, что вы думаете, обязательно поддержите данный видос лайком, ну и, конечно же, не забывайте подписываться на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну а мы, в свою очередь, уже через неделю будем делать итоги нашего масштабного розыгрыша, поэтому, если вы вдруг еще хотите что-то там приобретать, вы супер лютый донатер и вам пофиг вообще на то, что поднимаются цены, то участвуйте в этом замечательном розыгрыше. У меня, друзья, на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.